Welcome, welcome, welcome. Ну что, у нас замена происходит. Команда Edge Cave меняет своего God Quire. Даже точные данные сейчас нам Фрост Куина рассказала. Говорит, God Quire сыграл 10 последних игр в своей команде за Джанглера, бывшая Декери. И как раз она сказала, 8 игр за Джарвана он отыграл. И 2 игры как раз за Грагоса, поэтому я его Джарван Мейнером и называл. Ну, выпускают они Джемини, что переводится, по-моему, близнецы, да, ребят, Джемини, если я не ошибаюсь. С этого, гороскоп Джемини. По-моему, это близнецы. Сложно мне будет сейчас точно сказать, но близнецы так близнецы. Ну, так вот, Джемини, он более 40 игр за эту команду в джунглях провел. Ну, вот именно в концовочку сезона, видимо, начал проваливаться, что и решил даже от Декери пойти на эту роль. Говорит, чувак, дай я затащу, гораздо лучше тебя отыграю. Джемини, да, именно близнецы подсказывают мне. Ну, значит, все верно, перевел. Ну, посмотрим, как этот близнец у нас будет отыгрывать. Ну, теперь, по крайней мере, более широкий пул чемпионов лесных есть у него. И одним баном Джарвана команда Фанетик не сможет отделаться. Потому что до этого, вы помните, они просто банили Джарвана, банили еще какого-нибудь одного неприятного чемпиона. И бегай, Гот Квай, на чем хочешь, ничего у тебя не получится. Ну, и, по сути, хоть и казалось, даже не то, что казалось, а статистика за это говорила, что игры выигрывал Капс. Без шуток, ребят, Капс победил и Касадина, Капс победил и Джейса. То бишь, именно ему надо отдавать MVP за эту встречу. Но, блин, это у них пиксель был битый на камере. Я уже потянулся к своему монитору. Вот здесь вот, кто не заметил, был пиксель битый на другой камере. И я думаю, блин, это случайно плюнул на монитор или что такое? Пошел тереть, потом смотрю, а, ясно, это пиксель у вас на камере битый. Иногда это в глаза бросается. Во-во-во-во-во, вон он, вон он, вон он, вон он, ищи его. Трите, ребят, терите, терите свой монитор. Суки с битым пикселем. Это все, кстати, ребят. Это как бы уже, считай, камера никуда, уже она не годится. Пиксель этот не восстановить никак. Уже надо новую камеру брать. Так вот, что я рассказывал. А, то, что Амейзинг все равно... Ой, Амейзинг, блин, при чем здесь Амейзинг? Брокс все равно побеждал джанглера оппонентов, хотя, по сути, ну, Капс стал чемпионом. Опять этот пиксель меня сбивает. Все, теперь я буду на него только смотреть. Долгая пауза у нас, потому что Джеми не надо, конечно же, сейчас подготовиться, расставить нормально руны мастерки, чтобы он мог любого чемпиона выбрать и любым чемпионом играть. Риут давно хотят вот эту систему немножко поменять, чтобы руны можно было менять во время игры. Я так понимаю, вот эти вот руны в восьмом сезоне, которые новые появятся, которые мы тоже обсуждали на прошлом стриме с вами немножечко, и нужно ли вам, кстати говоря, да, ребят, нужно ли вам полное доскональное разъяснение рун, руновой системы? Я сам еще даже не до конца с ними разобрался, но гипотетически это несложно посидеть, почитать и сделать видосик на там 15-20 минут, ну, больше даже понадобится, наверное, времени, хотя, я думаю, можно уложиться в 15-20 минут по этим рунам. Нужен ли вам такой видосик? Просто там, на самом деле, все понятно довольно-таки, простенько. О, вкус! Ну, ясно, начинается. И те ребята, которым лень вообще что-либо делать им, только подавая уже созданную информацию, даешь разбор рун. Ну, ладно. Тогда будет, когда здесь перерыв между чемпионатом, ну, в чемпионате мира, когда здесь будет перерыв, один день покумекую на эту тему, и ролик запишу. Так, что я хотел сказать вам? А, я про руны говорил, что вот, скорее всего, в восьмом сезоне риуты сделают, что руны, как и мастерки, можно будет менять во время игры. Ну, то бишь, ты попадаешь в чемпион селект, и в нем меняешь. Если раньше это была тематика, включала в себя то, что покупать страницы рун, дополнительные деньги риуты могли с этого получить. Ну, знаете, страницы рун ты покупаешь за IP, IP можно нагриндить, ну, бла-бла-бла, типа, вот как-то так денежки можно было подзаработать. Потом риуты поняли, что это какая-то херня, но от этого уйти уже было сложно, потому что это было бы несправедливо по отношению к тем людям, которые уже давным-давно потратили деньги на покупку рун. Вот, и поэтому они решили оставить ее вот до полной смены вот этой всей схемы. Ну, и теперь, когда схема поменена будет, я думаю, они сделают, что в чемпион селекте ты можешь прямо на месте выстраивать новый сетап рун с сетапом мастерок. И, по сути, ну, понятное дело, сохраненные тоже будут оставаться, но будут еще у вас тестовые страницы, которые можете прямо на месте поменять. И не будет таких вот запарок, как вот сейчас вот на чемпионате, сидели из-за джеми, не очень долго готовились, потому что, а вдруг он сыграет, захочет сыграть на Сиджуане, соберет руны на Сиджуане, а ему бах, и вынужден будет играть на Рик Сайке. Это уже совершенно другие руны, и он такой, эй, ребят, я не могу на ней играть, у меня нет руны. Может, уже как на лайфе будут с ПБЕ, все может поменяться сильно. Так я вот поэтому и говорю, нужно ли вам сейчас это, потому что сейчас есть пока выкладки, уже выложенные Риотами, но они, скорее всего, поменяются. Поменяются не думая, что прям сильно. Поменяются, думаю, на процентов 10-15 руны и мастерки. Но, опять же, по такой логике нельзя найти остановку, понимаете, вот как ты сейчас предлагаешь. Я всегда исхожу из того, что как только появляется информация на официальном сайте, то бишь RitaLegend, LeagueOfLegends.com, как только она там появляется, это, считай, уже есть та выкладка, которую можно произносить слух, потому что она будет уже теститься и только потом будет меняться. Лимов поддержал на стоп. Видео про руны надо. Видео про руны надо? Надо это как... Ой, какая няшка. Какая няшка с няшным тоже парнем. Кто из них девочка, я так и не понял. Ну ладно, это все шутки. По поводу вот этого я, то, что говорил. Так можно, знаете, с любым, кто-то скажет, сделай там видео по Эвелинке, а другой скажет, ну, она же еще только сейчас тестится, не делай такого ролика. Вот когда выйдет в лайв, тогда и будешь тестить. И когда она выйдет в лайв, она через неделю опять будет исправлена, потому что Рива-то посчитает, что слишком она оверпауэр. Ну и так, знаете, мы можем вечно двигаться вперед-вперед, и так и не сделаем ролика никакого. А потом уже и закончится время, когда его делают, потому что уже все сами все проверят. Так что, как говорится, к обеду ложка хороша. Вот, поэтому, действительно, вот будет сейчас тут небольшой перерыв у них. Завтра у нас тоже в 6 утра стартуют матчи, ребят, напоминаю. Ну, мы еще после этой игры напомним. Скорее всего, потому что здесь будет 3-0. Хотя пока по пикам я бы не сказал, что 3-0. Я тут немножко сейчас не обращал внимания на баны пики. Хороший бутлейн. В Гонконге выбили. Наконец-то у них тимфайт-комбинация. Именно чисто тимфайт-комбинация. Никаких 3-1-1 сплитпушей. Никаких 4-1 сплитпушей. Идем в бой и воюем. При этом не мидгеймом. А нормально. У нас есть и мидгейм, и лейнинг-фаза. У нас все, что нужно есть. У команды фанатик, я бы даже сказал, послабее. Пик получается. Дело в том, что у них нету мидлейнера официального. У них там талия-покер. Но ауешного мага такого сильного прям нет, который бы мог убивать танков. Я бы отдал лейт за командой Эчкеев. Но при этом не шибко сильно. Потому что все же не забываем, что Чигату тяжело найти себя в тимфайтах. Вы знаете, как тяжело Чигату добраться до правильных целей. Посмотрим. За кем лейт? Лейт за командой Эчкеев. Но не сильно. Где-то 55, может быть 60%. Сейчас еще раз посмотрю. Там Грага с Райканом. Сиджо... А Сиджоанни на той стороне, да? Сиджоанни с Чигатом. Не, 55. 55. Все же Райкан довольно неплохой чемпион. Я просто вот из-за чего вот эти проценты забираю у команды фанатик? Забираю их, потому что Грага стоплейнер. Ой, извините. Галлио топлейнер, он как бы выключенный немножко топлейнер. Он не может участвовать нормально в сражениях. Следовательно, ему придется пешком приходить к своей команде. А когда он будет приходить пешком, он улететь толком не сможет. Просто когда Галлио играет на меде, у этого чемпиона, Галлио на меде, есть цель. Он играет типа 3-1-1. И он усиливает вашего джанглера. Обычно. Ну там джанглер тогда Казикс какой-нибудь. Нидли какая-нибудь. Там, не знаю, ну разные чемпионы там в джангл берутся. Такие Керри вторые. Здесь же получается Галлио на топе. А кому его... Кого ему усиливать? Талию? Ну, может как-то талию. Ну, а у команды Эчкеев Мишон ошибается. Его здесь ловит. Будет флэш-аут минус флэш. Ну, неприятно, конечно. Но, не знаю, в ближайшие 5 минут вряд ли фанатики смогут на мид вообще хоть как-то заглянуть. Хотя Брокса свой флэш не тратил. Полноценная групповая стадия в субботу. Честно, не знаю. Расписание они так и не повесили до сих пор, когда будут следующие матчи. Но точно знаю, что завтра будет уже жеребьевка. Ну и завтра нам объявят точные даты. Просто в расписании пока нет ничего. Насколько я могу предположить, ребят, должно, скорее всего, все с понедельника начаться. А может быть и с субботы. Просто у нас по расписанию получается, как сейчас. Сегодня четверг, завтра пятница. Теоретически они могли бы начать с субботы и воскресенья, но это было бы несправедливо к этим командам. Потому что у них вообще не будет времени на подготовку. То есть им надо было готовиться тогда ко всем возможным командам, против которых они будут играть в дальнейшем. Но как-то это несправедливо будет. С другой стороны, упускать субботу и воскресенье Рио там тоже не очень хочется. Потому что это как раз время, когда люди могут это смотреть. Ну, свободное время у них есть, выходной. И вы в выходной, получается, чемпионат мира не проведете. Так что... Но расписания все еще нет, я говорю. Оно появится попозже. Жеребьевка будет в прямом эфире. Но это будет завтра, да. В прямом эфире. Да там не жеребьевка, забейте. Четыре команды вытащат и все. Жека Го после этой по чаю и потом пару каток покатать. Отпросись у женщины, если она дома. И Го сливать эльцом. Я пойду, наверное, спать после этого. Потому что я-то, на самом деле, с полуночи не сплю. Те, кто... Ну, тут ганг тот самый проведен. Хорошее перекидывание. И Мишона убьется в автоатаке Брокса через флэш. Пытается выжить он. И выживает, ребят. Шикарный ганг, на самом деле. Очень хорошо сработанный. Мишон почему-то на втором левеле решил не брать плащ. Ну, или лужа. Я ее называю лужей и плащом периодически. Поэтому не удивляйтесь. Здесь Капса ловят. У Капса есть перекидывание. Но он попадается там. Правда, рядом есть у него друг Брокса, который тут же дает подкидывание. И это 2-0 становится. Счет тут же Капса вместе с Броксом организует поход на топ-лэйм. Потому что они очень битые. И никогда в жизни не догадаются. Эчкеи, что может что-то произойти плохое. Ририс здесь ставит вар. Думает, ну, может быть, там Грагас ко мне придет. Но Грагас это ерунда. Но не тут-то было. К нему выходит аж целых два игрока. На него цепляется таун. После этого перекидывание. И пузом по роже. И бочечка поставлена. Но килл не забирает. Капс зарабатывает сразу себе. 2 килла, 1 ассист. Лесник был проблемой, говорите? Да, Лесник не особо был проблемой. Проблема была, вот Мишон потерял флэш на первом левеле. И на втором левеле обязан был, ребят, как по мне, взять себе плащ. Да, так не играется. Да, это неправильно. Но, чувак, тебе будут гангать на втором, третьем левеле. И тебе надо, чтобы у тебя был и уже плащ. Дальше Капс хотел просто вард поставить. Но Джимми не сказал, что я хочу с тобой сражаться. Но не подумал, что из кустиков может появиться пузатый. И дальше флэш в сеночку, как обычно. В общем. Ну и вот этот ганг, честно скажу, Ририс не ожидал его. Потому что он подумал, что два битых игрока пойдут на рекол. Но два битых игрока решили идти не на рекол, а просто идти на топ. И 3 в 1 сделать ганг на топе. Успешный 3-0. И скорее всего 3-0 будет в этой серии. Ну а по поводу завтра. Завтра у нас тоже серия будет 2 матча Best of 5. Ключевая встреча, конечно же, будет Фенер Бахче против команды Team One. Это будет и близкая игра. И я буду болеть, наверное, за команду Team One. Потому что мне уже очень понравилось, как они отыграли. Такие, знаете, добротные ребята. А то тут Тауэр Дайв какой-то очень странный по Рирису проводят. Ририс остается в живых. Суаз чуть было не гуфается на этом. Надо поаккуратнее, конечно, Суаз. План был, конечно, у него неплохой. Типа таунт он пропишет, а перекидывание будет капсу. Ну, как обычно. Но провалился. А тут у нас на боте неудачный рекол провел Unified. Кайвинг пытается прикрыть эту вышку. Теряет очень много хп. Но при этом вышку вроде бы прикрыл. И Крипов там не так много потерял его Адекели. И после вот завтрашних встреч двух этих Best of 5 будет сразу же жеребьев очка. В которой четыре команды, которые пройдут за сегодня две уже. За завтра еще две. Распределятся еще по четырем группам. Как сыграло облако, никто не знает. Но. Вот. А по поводу Солокушки. Спасибо, что задонатил. Но мы сегодня уже чуть-чуть играли Солокушку. А сейчас я уже чувствую, что спать хочу на самом деле. Поэтому, наверное, я пойду отдыхать. Промучаюсь день, потому что спать, если я сейчас лягу, а то я нормально не проснусь завтра к шести утра, так сказать. Поэтому надо будет сейчас просто день промучиться. А Солоку, как-то говорится, минусово сейчас будет играть. Потому что я сонный, ни черта не вижу. И буду раздражаться только еще больше, когда у меня там союзники будут меня кидать. Сами знаете эти темы. Думаю, что у Тим Ван есть шансы. Ну, честно, мне казалось, они играли неплохо. То есть, как бы, из всех вот команд, они единственные, которые, ну, знаете, есть три типа команд. Одна команда, это команда стиля от какого-то. То есть, у них есть крутые игроки, и они вот за счет этого побеждают. То есть, это их стиль. То бишь, ну, фанатики были вот половину сезона, такие вот стильные команды. Типа у нас есть Рекласс, просто Рекласс всех победит, нам по барабану. Также там была команда СКТ в свое время. У нас есть Фейкеры, как бы по барабану Фейкер всех победит. Там Роксы там в прошлом сезоне. У нас есть Пенат. Что бы ни происходило, Пенат всех победит. Это стиль команды. Есть команды, ну, как-то надо альтернативу слова команды подобрать. Наверное, ну, вот я хочу сказать, что команды, которые командные тимфайты все выигрывают. То есть, наверное, какие-то братья, давайте такое слово возьмем. Есть стильные команды, есть братские команды. Они в основном побеждают только вместе. То бишь, что бы ни происходило, главное, чтобы они проводили тимфайт. Он здесь хороший, товар дайв, организовывает Мишон. По Капсу Капс еле-еле выживает. Клинс, кстати, он не прожимает, но остается в живых даже без Клинса. Ну, ладно, возвращается к Капсу на линию. Потерял оба Соманежспела Мишон. А есть умные команды. И вот как раз Тимуэн подходит под как раз вот критерий умной команды. Они пытаются стратегией побеждать. И вот это мне понравилось. На этом чемпионате пока у нас только вот стильные, да, вот, коллективы, да, коллективные команды. Вот стильные команды, коллективные только были. Фанатики это ближе уже сейчас к коллективной команде относятся. HK это скорее стильные команды, просто стильные команды у них в чем проблема? Если твой лидер не может победить даже стандартного там игрока, который против него стоит, то ты проваливаешься. И вот HK они побеждали за счет Унифайда. Кто не помнит, Унифайд великолепно провел серию в групповой стадии. Но все же провалился в последней игре против Фионер Бахче. Ну а здесь он вообще ничего сделать не может против Реклоса. Вот и, вот вам и проблема. Да, он там Реклоса два раза по фарму выиграл. А в третьей игре, видите, даже теперь уже нет ни единого шанса выиграть по фарму. Делает шикарный Тауэрдайв команда Фанатик. Вчетвером, как коллектив, как я и говорил. И все, разобрались. Подходит сюда Мишон, они его видят. Хороший ульт, Акапс тут же прожимает Клинц. Остается в живых. Джейзиса ловит. Джейзис пытается выпрыгнуть, выпрыгивать на Реклоса. Чикар в этот момент делает килл. И прилетает сюда у нас Суас, который пропишет Таун по двум игрокам. Не, он не попадает по Мишону, но попадает по Сиджуане, которая также погибает. И команда Фанатик 7-1 лидирует. Более трех тысяч уже забейте. Так вот, вернусь к мысли. Не было на этом чемпионате пока ни одной умной команды. Вот кроме этой Тим Ван. Вот они реально умная команда. Взять ту же самую команду Фенер Бакче, это команда стильная. У них два корейца, они за счет этих двух корейцев и выигрывают в основном. Тут можно FF 15. Да, очень похоже на то. С каждой игрой все хуже и хуже. Эчки и шлем, вы видите. А Фанатики с каждой игрой прибавляют только. Ну, правда. С каждой игрой у них все лучше и лучше пик у команды Фанатик. Давайте тоже скажем прямо. Так что это взаимно как раз правильные такие факторы. Врыв здесь Джейзис идет через Флэш Таунд. После этого подкидывания и никуда уйти унифайт не мог. Его убили. Кап сюда тоже на всякий случай со своей ультой прилетел. Ну и дальше Эчки решили дать бой. Куда прилетел Чагат на телепорт. И долго думал Галю, лететь сюда или пешком дойду и ультану. Но когда он понял, что он не успеет сюда пешком дойти, сейчас он нажимает телепорт уже с УАЗ. Не хотел он его тратить. Видите, в чем вот проблема вот такого чемпиона на топе. То есть, если бы это был Шен на топе, Шен бы прилетел просто через ульту и сохранил бы свой телепорт. А с УАЗу он вроде хотел даже сэкономить телепорт, но пришлось уже его нажать. А Гамбита какая команда? Ну, если взять ЛЦЛ, то есть на чемпионате мира они вообще ничего не показали. Я так и не понял, что с ними не так. А если взять ЛЦЛ, то это скорее будет команда как раз-таки тоже стильная. То есть, они просто побеждают за счет того, что индивидуальные игроки сильнее играют многие. Тот же самый Кира, тот же самый Даймонд Прокс. Они просто побеждают своих соперников без шансов. Ну и дальше уже выигрывается игра просто из-за того, что у вас индивидуально два игрока набрали такое колоссальное преимущество. Но на чемпионате мира они ничего не показали. Ни коллективной игры, ни стратегии у них не было, ни черта не было. ЛЦС даже из КТ не брала. Гамбит и Калл, элективная команда. Понятно, понятно все с вами. Рекласс вльтует, чтобы ускорить всю свою команду. Гонятся они за Кайвингом. Кайвинг очень быстро уходит в сторону. Перекидывание все равно достает. Эминус Кайвинг. Ну, шикарно, шикарно. Команда Клауд Найн скорее будет относиться к стильной тоже команде, если вы про Клауд Найн спросите. Ну, по крайней мере, так на чемпионате выглядит. Просто я почти не вижу импакта в игре, почти не вижу смутти в игре. Хотя, с другой стороны, Клауд Найн, вот они находятся на вот этой периферии. У них, они и коллективные, можно командой назвать их, и стильные, потому что, с одной стороны, Дженсен вечно на меде всех побеждает, с другой стороны, как только начинается лейтгейм, Клауд Найн просто включает какой-то режим бога, в котором они просто все команды аннигилируют, с каким бы отставанием они ни сидели. Бони Фуфу нет, он даже, по-моему, больше не является экстримером официальным, то есть раньше он хотя бы висел с клантагом Клауд Найн Бони Фуфу как стример. Сейчас я, во-первых, и стримы давно его не видел, а во-вторых, если есть стримы от него, то вряд ли они идут теперь под клантагом Клауд Найн, то бишь Бони Фуфу лучше не там. Пришло время, похоже, тебе придется делать табличку, какая команда к какому типу относится. Ну, это так, это просто, знаете, сейчас наобум, так сказать, придуманные вещи. Я думаю, можно, то, что я сказал, три варианта команд, можно это расширить. Просто мне очень нравятся умные команды, ребята. И американские, и европейские команды как раз зачастую пытались всегда быть умными, потому что, ну, они понимают, что индивидуально победить они не могут корейцев и европейцев, ой, корейцев и европейцев, корейцев и китайцев, и поэтому им надо просто умом побеждать. Да, у них тоже есть индивидуально какие-то свои звезды, у них тоже есть хорошие тимфайты, то есть в своей лиге даже это иногда работает, но когда доходит дело до того, чтобы победить корейцев, вам надо уже играть умом. Надо уже хорошие баны пики проводить, надо уже выстраивать то, чего они не ожидают, и тогда это будет срабатывать пока cloud 9 вот на этом чемпионате выглядит просто как стильная команда команда фанатик как раз весь чемпионат выглядит как коллектив индивидуально nude caps в этом матче до блистает он все три матча все три игры в этом матче посмотрите кассиопея разгром на миде против кс-1 кассиопея против джейса разгром и сейчас талия против влада влад уже третий раз сделал улыбкасть в талию и вы видели чем это заканчивалось в третий раз подряд капс отфлешивается за стенку влада туда добраться не может урона не хватает и 504 у нас бегает по карте капс которому дали талию в кои-то веки отдавать ему талию тоже неприятное дело это кстати хорошо для команды фанатик перед групповой стадии потому что многие же из тех команд которые там находятся они не следили за всеми матчами это мы с вами за всеми следили а многие команды даже может быть не успеет посмотреть ну попадет фанатике им в группу и они даже не успеть посмотреть какие игры наиграли фанатике они просто на статистику глянут и увидят что капс сыграл кассиопею капс сыграл корки капс сыграл касадина капс сыграл талию и таки что многовато всего играет и кого банит ответ просто тут надо не бани тут надо смотреть вообще как сетап весь выстраивался то есть и против кого он каким сыграл я уверен что он вряд ли бы победил дженсона на своей кассиопе против джейса как-то так мне это кажется ребят как и вряд ли бы он там кто нас владимир мэйн будет вот китайцы владимиров любят играть вряд ли он там против шие из ворлд элиты бы смог на талии так поиграть м19 какому стилю отнесешь 19 я мало игр посмотрел но только то что вот в записи мы видели но по записям там скорее как раз тоже коллектив коллективная команда потому что никто яркой звездой у них не является они что-то как-то ну ладно ликрид сейчас скажет что я не звезда ну что-нибудь такое не знаю и я даже не знаю как у него голос звучит пару раз только слышал интервью ну вот все равно мне кажется ой шикарный врыв здесь джейзис дает возможность у вас туда прилететь вас прилетает дает там там ни по кому не попадает сожалению мишон сейчас будет хороший заход со спины организовывать вместе с рили сам но что-то они как-то запутались у вас ушел в сторону ловят они все же одного игрока это джейзис джейзис пытается прыгнуть на капса но не успевает 9 2 становится счет но это в общем-то максимальное что могли сделать команда очки и рилис нажал телепортацию мишон у нас просто зашел со спины там где не было вардов команды фанатик ну и скорее всего сейчас дрейка за это заберут ну и не страшно дракона тут все но бесполезный заметил что у риутов любовь делать кучу чемпионов с плащами да нет тебе так кажется на самом деле такое складывается у тебя впечатление репорт рейкана за фит ну там или рейкан два раза как раз умер подождите на будет посадить он на две смерти уже тогда да лангжу не выиграть чемпионат мира это точно ну ничего себе уже все ребят уже все диванные аналитики точно знать что лангжу не выиграть чемпионат а мы надеялись до 2 смерти именно 2 смерти у него талон любовника и владимир кто еще ну да если так посудить номинально начальный плащ есть не у многих чемпионов в скинах да там скины с плащами существуют у аши а ну кстати аша тоже с плащом изначально у аши все остальные скины тоже с плащом я просто сейчас вспомнил потому что недавно играли же мы на этом скине чемпион шип на ру сервере расслабленная такая игра идет для команды фанатик они чувствуют себя прекрасно спокойненько идут объект за объектом забирает ничего поделать эти маячки и не могут единственное над чем недовольны здесь сейчас фанатике то что они показали свою северку я думаю северка это был их pocket пикс который они не хотели показывать а ну блин с другой стороны любой дурак знает что реклос великолепная северка и периодически надо понимать что он ее может взять и банить этого чемпиона особенно если вы особенно если и но остался адыкер еще не пикнут и врыв идет от же меня джамини тут зацепляет у нас же здесь прилетает сверху с вас подкидывает всех игроков там будет прописывать тоже по половине игроков где-то мишон мишон вот наконец-то доходит дает свою льту шикарный прокаст от команды hkf они забирают себе 2 килла ну должны забрать 2 килла суаза ловит тоже погибает он и можно будет идти на нашора нельзя будет там 40 секунд до нашора ну что ж мишон добрался не хватило урона команде фанатик связано это с тем что магический урон был уперт как раз таки в танков которые уже собрали кучу хп и магическую защиту а физического урона просто у северки пока еще нет банально и ей нечем дамажить ну просто кто не знает триста на она в контрпике сейчас находится ой триста нам за и она в некотором роде в контрпике находится триста на тоже для нее является контрпиком северка и для твича тоже является контрпиком северка это я к тому ввиду что сейчас теме этого и адыкере которые есть они все проигрывают северки и фанатики вот наверное немножко даже должны жалеть что все же показали северку в этом матче то бишь теперь вот какая-нибудь команда там world элита забанив к листу забанив там не знаю за и у возьмут себе триста ну а фанатики например не заберут в первой ротации адыкере себе могут получить бан северки казалось бы ну многие команды в этот момент примут решение давайте может там какой-то кейтлин вытащим какого-то твича уберем но вот придется теперь уже банить северку а может быть такой план и был чем больше банов идет на реклосы тем свободнее дышит с у вас напоминаю что с у вас еще ни разу за этот скорее всего можно сказать даже за всю карьеру потому что галлиота появился только в этом сезоне ну в этом году получается с первой игры сезона и с у вас ни разу еще не проиграл на галлио у него стопроцентный венрейт на галлио 7 0 или 8 0 сейчас посмотрю но у меня на листочке написано 7 0 вроде было они у меня 4 0 вообще написано но там на самом деле она где-то 7 0 или 8 0 4 0 это в этом сплите еще до этого у него были победы на нем то бишь вот такой вот он со с и я больше более чем уверен что фанатики хоть и потерпели сейчас поражение в этом тимфайте но вряд ли они проиграют игру уж слишком хорошо себя чувствуют все игроки на этих чемпионах единственно тут кап столько страдает он в какой-то веке играет не на хардкерри хотя он даже из этого чемпиона сделал хардкерри на реклосу банит все ходы керри он выкатывает джинкс и закатывает игру с кда 31 возможно да то есть вот я вот про это и говорю что может быть вполне даже как и провокация давай сыграем всех возможных ада керри в этой мелкой стадии чтобы все обратили внимание что ты умеешь и триста на играть и северка играть и как мавом играть и за и чтобы они либо перестали тебя вообще банить и тогда мы могли делать то что хотим либо они тратили на тебя по три бана за игру и тогда у нас освобождается капс брокса из вас потому что обычно если начинают банить ада керри то скорее всего еще парочку банов тратят и на саппорта то есть получается тупо бот-лейн вырезают но именно поэтому видимо на реклос более 100 игры сыграл в корейском ладере потому что ему надо было оттренить гораздо большее количество чемпионов индивидуально девять четыре игра немножко успокоилась фанатики ждут своих пауэр спайков теперь уже надо ждать дело в том что мидгейм начался для ордентки жанны то есть она дает усиленную эту заю кстати за играла через зеленый голдер я не обратил внимание и к этому зеленому голдер еще был добавлен кул но кул я видел как она купила лень было это вам рассказывать думаю вы что же все видите не слепые плюс чагат посмотрите он срайт луз-глории адаптивным шлемом плюс есть и джуани единственного проблема то что в вордов недостаточно команды очки но это связано с тем что мид они все еще не отыграли прилетает у нас сюда ририс прилетает сюда из вас и начинается битва 5 на 5 только немножко кривовато я команда реклоса не может занять хорошую позицию ририс сажается просто на реклоса не хочет с него слезать врага шикарный стоит стоит делает но правда это ему не помогает его все на убивает знаете у тебя такая классная механика ты так классно сайт степаешь а толку никакого не минус два игрока минус ботлайн команды фанатик за убийство мишона италия немножко какую-то дурацкую позицию сейчас заняла пытается отпушить здесь как всех крипов крипов то он забрал не даст оппонентам ничего забрать но при этом скорее всего его убьют у него ульты нет телепорта у него нет но времени уже достаточно прошло чтобы экзекьютиться пытается надзонить вышку усиливают най страйк как говорится шатдаун от второй раз подряд капса кстати говоря из преимущества в 7000 у фанатиков осталось только 3 напомню что к 20 минуте но там было 6 половиной 7000 как-то так а сейчас уже осталось всего лишь 3000 не получается фанатиков организовать тот тимфайт который они хотят ведь ракласс джейзисом были рядом джейзис уже был без ульты ракласс тоже без ульты и поэтому на них замедлением ворвался чагат и сейчас там будет классный сайт степ кушки нам показывают вверх где мишон отзонил двух игроков но сайт степ нам не показали очень красивый влад камбек нет ну вот такими темпами вполне реально не хватает урона видите у команды фанатик то есть галлио и грагас это чистой воды танки а керри сейчас без урона против одного собрали хп и магрес это я уже говорил против капса вы можете видеть против 2 ничего пока собирать не надо он еще просто до предметов не добрался торгон а дк зарешает кстати смешно не смешно но торгон а дк очень много денег подарил жаню жанна 41 фарма она уже закончила помимо ордентки 2 еще предмет и сейчас выходит не совсем понятно во что он по теории не должна идти в redemption как и делает это джейзис но уже это больше вышек команда убила они же по вышкам то ребят обратите внимание 5-0 лидирует команда фанатик они не отдали ни одну вышку до сих пор ну вот может быть здесь сейчас будет хороший врыв ловит они рилиса рилис уже под горгулей прожимает ее и бессмертным становится галю ультует улетает из этого тимфайта понимая что если он останется там то скорее всего с ним разберутся очень битая остается команда hk of car сдают шикарное перекидывание после ульты грагаса галю оттуда подпрыгивать но ему таунт не удается прописать и реклос не может подойти чтобы пострелять автоатаки давайте оттуда тяжело с того места где он стоял и ничего не получилось команда фанатик вышку они не потеряют на медиа ну английские комментаторы правильно говорят что если не добиваете вы этих игроков не добиваете этого чагата си джуани то они начнут все выхиливаться потому что у них чемпионы с высоким показателем регенерации да и предметы они собирают на генера на регенерацию да и не забывайте что у жанна есть еще ульта которая тоже может выхиливать игроков поэтому либо вы добиваете сразу либо как бы забейте а здесь вот как раз добить сразу не получается ну вот редэмшен у райкана появился все же раньше чем у жанны а я про этот предмет и забыл даже ребят это у нас микаэль некоторые его колокол называют или гонг микаэль микаэль снимает 11 эффект который накидывает на вашего союзника плюс восстанавливает ему хп там помню 15 процентов от максималки все правильно помню число или 25 но главное то что он тоже усиливает щитки ваши то есть у него та же самая пассивка есть то и в обычной чашке опять начинается у нас 5 на 5 сражения где опять рили станкует за всех но в этот раз он как-то гораздо больше просел но команда вообще ему не помогала сказали фанатикам чтобы быстро не заканчивали игру и такие моменты иногда тоже у меня всплывали в голове то есть когда вы смотрите 2b 105 идет там подряд либо уже там первый матч какой-то закончился 2-0 и второй матч первая встреча там прошла тоже 1-0 и сейчас уже идет на 2-0 затягивается неожиданно то что кажется что как будто риот и сказали что не не нам с нас не устраивает что так долго ой что так мало времени вы играете у жанны скин фанатик а да отобрали отобрала она этот скин себе сегодня классный скин мы на синдре видели и английские комментаторы даже шумиху там подняли по поводу того а можно ли играть на этом скине но они это поднимали не отдельно типа на этом скине синдра я не удивлюсь что в больше мы не увидим этот скин синдра потому что риоты примут решение что его лучше запретить синдра плюс зая там синдра фиолетового цвета красные оставляет такие красно-фиолетовые точки это ее шары и они не совсем шарообразные не такие больше на треугольники похожи а зая стандартный скин вот этот у нее тоже такие вот фиолетово вот ну вот эти вот перышки выглядят и в тимфайте если не присмотреться на самом деле ребят не особо понятно что это шар стоит синдровский либо это пиро у тебя стоит за спиной от займ не вот сегодня как раз был на этом скине дженсен и вот английские комментаторы они сами сказали что что-то как-то было вообще хрен поймешь что там происходит в этом тимфайте опять здесь серии риса ловит опять тонна урона по нему наносит на интернет у нее нет флэша он погибает но за и поджановской ультой начинает ярить в мишон здесь влетает убивает он райкана переключается дальше на реклеса реклес отпрыгивает дает кучу урона в ответ и повезло команде фанатик что смог занять капс хорошую позицию с которой он только что смог за и убить теперь он отрезает побег команде эйчкейв но побег они не будут осуществлять или будут до пытаются убежать как за ними гонится отменяет им пока что но а ну этого надо ловить до жана у нее есть флэш ускорение если что-нибудь у брокса еще нету ничего у брокса дает он замедление но тут уже капс подходит как переключается на джимини джиминика ловит перекидывание идет по жанны и эйс ребят или капс не попадет с киллжатами попадает эйс но сломать вышку не получилось на миде телепорт идет от чагата чагат недостаточно танковый пока получается и жанна его не может спасать очень похоже это все эти тимфайты которые приводит команда эйчкейв на то что сегодня делали клауд найны во второй игре они тоже постоянно чагата подставляли постоянно чагат страдал и его спасала жанна и си джуани но там это получалось здесь видите мишон опять очень долго соображал мишон как ему воевать когда он понял что наконец-то урон и его дакери начал наносить тогда он только ворвался ему чуть-чуточки не хватило урона чтобы убить реклоса с прокаста но за м да у него был флэш и барьер и она просто на working ground которого там не было по working ground он обижал и думала что капс не сможет дать прокаст ой-ой-ой у капса у него есть флэш есть было близко за это действительно ребят тупануло у него флэш барьер сохранялся еще в этом тимфайте теоретически мог гораздо лучше они fight сыграть но вот провалился тут немножко мандраж наступил на команду фанатик потому что сами понимаете они же тоже считать умеют как и мы с вами если они мы видели с вами преимущество почти 7000 на 20 минуте то им возможно даже казалось еще больше это преимущество и потом резкий камбэк организовали очки и сейчас только за счет вышек сохраняется у фанатиков преимущество по золоту есть вот она 5000 шатдаунов которые они на отдавали очень сильно раскормили очки напоминаю что они отдали аж целых три шатдауна за 3 килла reckless за 5 киллов капс и потом за 5 киллов еще раз капс ну там не за 5 там уже за 3 считается то бишь сначала за 3 за 5 за 3 вот так вот и начинали на шор здесь команда фнк нет телепорта у мишона мишон ножками должен будет сюда идти в смайт войну будет играть колеса очка капс у нас отзонивает унифай да и удачно у него это получается у вас пытался таун прописать не получилось и ловятся здесь к сожалению для команды очка ририс у ририса нет флэша его а нет откатился только что он успевает оттуда выпрыгнуть мишон сюда подходит пешком как я и говорил и с у вас за ним гонится но не успеет или успеет не не успевает рада очень битыми становятся фнкшники и надо быть им поаккуратнее потому что один неудачный сейчас заход в подкидывание какой-нибудь там чагата как тут же можно всем отлететь 2к у барона оставалось они испугались просто играть смайт войну теоретически да многие команды бы должны были рискнуть и довершить этого на шора но они испугались правильно говорит фрост квин надо конечно же над дать должное что просто боялись уважали они то что смайт есть у джемини и вот такую смайт войну как сейчас можно провести потому что зоне он просто джемини он теперь подойти не может как теперь спелл и мы закидывает как теперь отзонивать дальше джемини ну и все теперь некому пересматчивать на шора можно забирать ну и осталось только с реколица и после этого начать свой пуш где у команды очки есть только одна возможность как-то ой-ой-ой-ой тут мишона через флэш ловят и он не успевает даже в плаще уйти в этот момент ловит здесь капса но капс просит о помощи с уаза с уаз прилетает ройкон шикарный врыв через флэш и команда фанатик по моему даже не будет дожидаться бэка просто с этим на шор бафом прямо сейчас пойдет заканчивать хоть у них тонна денег на руках ребят вы не поверите но я думаю там у каждого человека по предмету уже есть фанка не могут попасть в подкидывание чагата да не очень хорошо отыгрывать я это тоже заметил и вполне реально что попасть туда у них не получается капс убивает здесь вылавливает си джуани добивает ее и тут какой-то разгром пошел теперь со всех сторон мишон самое слабое звено ну видишь вот сейчас складывать именно такое впечатление а вот против фенер бахче не было заметно чтобы мишон был самым слабым звеном например против фенер бахче мишон даже пару раз выиграл мид они играли три раза напоминаю и одну игру очки и выиграли две проиграли его два раза мишон выиграл у него мид это лишь говорит о том что матчапы ну 3-0 фанатике проходит следующий круг и давайте посмотрим куда они проходят гипотетически они могут попасть в группу куда и клауд найны вот сюда они могут попасть в эту группу все остальные группы с европейцами g2 здесь и мисфиты здесь то бишь их группа это либо а либо б и я бы на их месте желал уж лучше в группу а попасть у них вообще ужасно все если думать о фанатиках они обречены серьезно ребят вот они обречены куда бы они они отправились везде жопа здесь и и mortals и ланг джу гигабит маринцы здесь эдвард гейминг аэш кио искать телеком но это по-моему группа чуть чуть посильнее все же но куда бы они не отправились оттуда по-моему выйти нельзя если только вы не начнете играть как монстры а у них бывают игры где они не играют как монстры вы это можете заметить и если ракус не начнет стрелять так как надо стрелять а он что-то пока не так стреляет мид а валент attempt losing out in that time that tiebreaker against 1907 финна бачей earning themselves to look across from fnatic tried had a cup